АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы, конечно, знаете, что 8 сентября выбор главы прокурата Москвы и Компартия Российской Федерации выдвинул целый ряд других организаций, поддержав на эту должность к лидературу Мельникова Ивана Ивановича. Я с Иваном Ивановичем работал уже давно, с 1995 года, а под его прямым руководством работал с 1996 по 2002 год. Вообще, здесь, я думаю, большинство людей с богатым жизненным образом вы прекрасно понимаете, что когда начальник тебе мешает работать, это хорошо, а когда начальник тебе помогает работать, создает условие на вот это настоящее жизненное везение. Вот мне в жизни повезло два раза. Один раз работать в городе Омске в техническом университете, в руководстве моего учителя, профессора и товарища, а другой раз работать в Москве по руководству Ивана Ивановича Мельникова. Мельников не коренной, но почти коренной москвич со студенческих лет, уже 45 лет был москвич. Здесь похоронили родители, здесь он нашел жену, здесь у него трое детей, как на подбору. Здесь он закончил Московский университет, прошел все стадии карьеры. Представатель, профессора МГУ, был руководителем профкома МГУ, потом руководителем подкома МГУ, затем карьера профессиональная, очень успешная в государственной дуле, без всякого преувеличения. И потому что, мой товарищ, абсолютно объективное, я могу сказать, что это был лучший представитель комитета по образованию МГУ в государственной дуле за все послесоветское. Плюс, наверное, не случайно, ему европейский парламент, парламентская ассамблея Совета Европы, доверила должность руководителя комитета по науки и технологии единственного человека из России. Такая репутация в Велико. Ну, сверх всего прочего, это настоящий русский интеллигентный человек, совсем отвлекающий отсюда, достоинственным, наверное, и какими-то недостатками тоже. Он не любит кричать, повышать голоса, там, дернать. Человек он спокойный, порвающий, например, нам твердый. Вот, по опыту, я думаю, никого не уступает из других кредитов мэра, включая Сергея Савельева, по опыту управленческому, а с точки зрения того направления политического, которое вы представляете в своей экономической программе, мне кажется, это лучший кредит из тех, которые вы можете представить на мэрах города Москвы. Теперь несколько слов по поводу того, с чем Иван Мельников и мы вместе с ним, в его группе поддержки, идем на выборы мэра Москвы. Почему Компартия Российской Федерации, я человек из партии, начиная фракция Компартия Российской Федерации, выдвинула мэрникова и почему принята решила участвовать в выборах мэра Москвы. Вообще, мы все прекрасно понимаем, что Сергей Семенович, объяв досрочный выбор, поставил в сердце итоги. Никто не готовился, летом избирательная кампания, это дело называется почти безнадежное, как человек, который пять раз избирался по одномандартным округам, я это прекрасно понимаю, но тем не менее уклоняться от этого дела, мы считаем, что при неправильной решении участвуют. С чем кандидат мэр Мельников идет на эти самые выборы и почему? Позиция первая. Мы убеждены, что та стратегия экономического развития, которая реализовалась в Москве еще при Людмиле Лужкову и продолжает реализоваться при Сергее Семене, это стратегия глубоко ошибочная. Москва чем дальше, тем больше превращается в такой развлекательный центр, в огромный магазин или в огромную развлекательную площадку и все меньше и меньше становится центром производства. Не случайно, кстати, когда произошел экономический кризис 9-го года, 8-9-го года, то обвал остатков производства в Москве оказался выше, чем в среднем по России. Но Владимир Владимирович Путина обещал в 60-м году, помните, да? Он его не утвоил, а у 4-й, пошел на 4-й фактический срок, но не выстреливал он внутреннего продукта, а в смысле самого себя у 4-й. А вот он был с внутренним продуктом и получилось. Мы стали рекордсменами обвала по производству среди всех стран большого центра. Сам Путина это, кстати, призвал государственным. А сотенов упадов в России право на 15% в Москве на 25%. Я думаю, у меня нет необходимости рассказывать здесь, в винограде, что у вас было и что у вас сейчас. Но это знаете все лучше меня. Эксперты взяли, посчитали, у них получилось, что Россия современная. По уровню производства пошла далеко, далеко до завтра. Скажем, по производству плаги на уровне 69-го года, по производству телевизоров на уровне 57-го года, радиоприемников на уровне 47-го, грузовиков на 37-го, тракторов, соответственно, на 31-го года, по годам на 950-го года. Вот вам расплата за так называемые реформы, которые на самом деле представляют собой разрушение советской, я считаю, медикой цивилизации. Но убеждены, что в Москве надо выражать производство, но не любое производство, а, прежде всего, производство, связанное с наукой, образованием, высокими технологиями. Формула Ивана Меркитова, Москва интеллектуальная, социальная и справедливая. Ну, я думаю, это как раз то, о чем говорят все российские власти. Тот, правда, в последнее время вы представили, потому что в стране происходит экономическая стагнация, это даже министр экономики, как произносит. А мы считаем, что с помощью финансовой поддержки, налоговых льгот и так далее, и так далее, мы должны в Москве возродить, создать высокотехнологичное производство. Кадров, которые рефицированы за глаза, город студенческий, науки полно, нужны предложения. К сожалению, курс, который проводился до сих пор, этому не соответствует. Позиция вторая. Что касается социальной жизни. Вы знаете, я пять раз взбирался по одном данным округам, от сибирского города Омска, без спортивных списков, и знал, что мои земляки-сибиряки нередко полагают, что москвичи, это довольно исключительно богатый, сытый, зажиточный и так далее, и так далее, и глубоко ошибаются. Москва живет очень и очень по-разному. Москва устроила рекорд не только России, но и всех крупных городов мира по уровню социального неравенства. До 50 раз оценивается разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных москвичей. В европейских городах обычно 5-8 раз, в городах скаминавских 3-5 раз, у нас до 50 раз. Понятно, что в таких условиях живут совершенно разно. И если говорить, например, о старшем поколении, я недавно посмотрел одну и последние датные, да, вот прожиточный минимум работающего человека в городе Москве, он 11,250. Прожиточный минимум пенсионера в городе Москве меньше 7,000. Я предлагал моим коллегам, депутатам, особенно избравящим партии, попробовать пожить на 7,000. На прожиточный минимум пенсионера в городе Москве охотников не нашлось. И я не удалился. Поэтому программа Ивана Мирникова, конечно, предусматривает значительное повышение социальной поддержки людей в Москве. В частности, наши эксперты посчитали, что более-менее внятное настоящее прожиточный минимум в Москве порядка 17,000 рублей. Ниже пенсия, заработная плата быть не должна. Естественно, я спросите по известной форме Владимира Руссунского, Владимира Руссунского, Владимира Руссунского. И будете правы, мы как раз в Москве ответим на этот вопрос вообще меньше, чем в России. Если в России мы всегда говорим о том, что надо вернуть в общественное благо, природное богатство, напомню, что, скажем, в Эмиратах до 90% доходов от всех природных богатств уходит в государство. В России порядка 70%, в России порядка 30%. То есть большая часть уходит в частные руки, природных богатств. То в Москве ситуация немножечко другая, понятно, здесь нефть не так бывает. Зато в Москве вертится до 80% всего финансового капитала нашей страны. И если ввести нормальную систему налогообложения, что не нарушая даже федерального законодательства, то наши эксперты посчитали, что это вполне достаточно, чтобы увеличить поддержку пенсионеров, инвалидов, детей, других категорий граждан, воздающихся эти поддержки, по меньшей мере в два раза. Без особого напряма. Что касается темы, связанной с медициной, тема, которая очень у них волнует. Знаете, пожалуй, приведу один пример из личной жизни. Вот это, к примеру, депутатов особая ситуация. Да, тут ты погружаешься на точную нормальную жизнь. Полтора года назад с близкими человеком случилась беда. Мы уже почти сели в самолет улетать в Сибирь, когда нам позвонили, сказали, мы бросились в рынок, мы поехали и провел для ноги больницу, в обычной больнице Московской, где привозят больницу Московой помощь. Но это для испытаний, не для слабоядков. Ну, настоярение не показано, эксперимент был абсолютно чистый. Вот, и когда больница набита наркоманами, там, такими-сякими, всякими прочими, но когда раненую девушку доктор пыталась взять с перчаткой, на которой были следы крови предыдущего пациента, вот тут уже моя жена врач сказала, перчаточки мы поменяли, и когда я вас просил оставлять, мы здесь не заберем, мы с кого-то что, хочешь, чтобы Сибирь отразил, забирай ее. И это на фоне того, что у вас есть прекрасная больница, с прекраснейшим оборудованием, с высоко квалифицированным медицинским персоналом, и так далее, и так далее. Мы превратились в город-контрастный. Один город для супербогатых, другой город для большинства. Это ненормально. Так продолжаться не должно. Ну, так приведет другое переразлительное жизнь. Мой друг недалеко вчера пошел в саду в кальпинику. Ему сказали, через неделю вы запишите терапевту, после этого терапевту запишите как у струк специалисту. Дай бог, можно сделать наградить все это гораздо лучше. Дай бог. Но все это стало обычной ситуацией для богатого города, самого богатого города нашей страны, для Ашнебио-столицы, для города Москвы. Поэтому программу «Мейн-Колбей» что-то предусматриваем. Первое. Остановить, надо же говорить, безумное, крупнение поликлиники. Это потом еще пошло, а генерал-косква. Поликлиники должны быть в пределах шага. Соответственно, второе. Уберечь количество врачей, особенно специалистов, чтобы люди не ходили в поликлинию, куда-то не теряя сгибать, им не приходилось 10 раз ходить, чтобы записаться в специалисты. Ну и, конечно, обеспечить на рододеле бесплатность медицины для наскольчения. Да, пожалуйста, есть какие-то супердорогие, супердополнительные медицинские услуги. Это одна тема. Обычное, нормальное здравоохранение должно быть по-настоящему бесплатным. Это обязательства, социальные обязательства государства. Темы, связанные с образованием. Ну, что сказать вам. Мы знаем прекрасно, что в городе Москве в последний мая проводится большой эксперимент. Может, в Зеленограде иначе, дай бог, если иначе, у меня огромное количество писем по поводу того, что принудительно объединяют. Генские остаются школами еще с разным родом и социальным учреждением. Школа, при всем уважении к законам, школа это не зовут. Здесь нет доказательств того, что крупная школа непременно лучше, чем большая. Наоборот, я убежден, но в крупной школе ребенок просто теряется. Когда из школ создают волкинги, укрупняют класс, по современной системе помышевого реконсирования, еще хорошего изолятора не получается. Мы считаем, что нужно это остановить, спокойно выбрать в тех случаях, когда действительно коллективы учителей, родителей, работников детских садов пришли к тому, что по каким-то причинам выгодно объединяться, ради бога. Во всех остальных случаях никакой принудиловки здесь быть не должно. Поэтому мы, кстати, предлагаем, чтобы финансирование школ и детских садов было не чисто по душевым. В мире уже попробовали. Вот я был в Британии, а не в 90-х годах были не чисто по душевым финансированием. Все деньги гоняются за ребенка. Пришли к тому, что это ведет к колоссальному неравенство образовательной должности. Кстати, в России по последнему обследованию 20% старших властей функционально неградованы. Они понимают, прочитают текст и подать его беспособны. Вот, по-моему, современная образовательная реформа. Я уж не говорю про то, что 32% населения убуждены, что солнце это смогли с ней. Это телевидение, конечно, очень сильно помогло, мистические каналы, всякие форчи на этом деле. Так вот, остановить принудительные реорганизации, финансировать школу не только по душевому принципу, а давать дополнительные деньги, которые не зависят от количества душ, чтобы не закрывались в умирании все небольшие школы автоматически. Естественно, прекратить эксперименты в области кормления детей, называемого фастфор, быстро приготовленной едой, по полу которой медики, родители, экологи пьют тревогу. Ну и вообще, считаю, что, я выступал на конференции вместе с Варом Мельником, он говорил, первое, что он должен был сделать в смысле образования, собрать всех педагогов в своих друзьях. Забудьте, что, что он говорил про образовательные услуги, как кашкарный сок. Те, кто думает, что, ведя в школу или в вуз, они обслуживают кого-то, в образовании делать, как имеется, делать просто нечем. Вы не обслуживаете, вы учите, лечите, просвещаете, занимаетесь сам, главным делом, вы создаете человеческий потенциал. Кстати, лучшие экономисты мира, не такие, которые у нас сейчас в министрах, не наследники Гайдара, а действительно серьезные экономисты мира, добивости говорят, что модернизация в 21-м веке может основываться только на человеческом знании. Поэтому, кстати, умножение в образовании и другие сферы любителя человека самые выгодные в долгосрочной перспективе, которые только можно сделать в Кутерске. Формула программы Ивана Мельникова «Ровности образования» ниже, как и на 1-м, она придумана 300 лет назад ядом, амосом, кументским. Звучит так. Сначала любить, потом учить. Что касается проблем, связанных с другими факторами социального обладания жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальное услуги. Друзья, статистика показывает, что последние 10 лет тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на жилищно-коммунальные услуги в любимой Москве выросли в 8-10 раз, они везде по России росли, но в России они росли в полтора и более раза быстрее, чем в среднем по России. Это вопрос на супербогатых насмечаемых, как и прождественные мимонпенсионеры всех, так сказать, с вами. Предложение Ивана Вернику заключается в том, чтобы остановить рост тарифов на коммунальные услуги, спокойно с ними разобраться, покончить с манополизмом, и благодаря этому сделать коммунальные услуги доступны действительно каждому городу. Мы предлагали давно, я соответствую от продави Мельникова, коммунальные услуги должны стоять не более 10% от дохода семьи. Когда вы говорите что это нереально, я во-первых вспоминаю свое собственное советское прошлое. Моя хрущевая трешка в городе Омске мне обходилась порядка 18 рублей. Моя зарплата на цент составляла тогда порядка 360. 5%, если я правильно понимаю, как раз получается 5%. Но и сейчас в целом ряде государств установил принцип не более жилье и коммунальные услуги не более 10% от дохода семьи и дальше и до потенции. Это реально. Экология. Ну, к сожалению, опять же, Зеленоград все-таки, конечно, вы здесь на отшибе есть свои минусы, но есть и свои плюсы. У вас экология получше. В Среднем в Москве экология значительно хуже, чем большинство российских граждан. При всем нашим богатством. Москва один из лидеров по алкологическим заболеваниям, а этот прямо специалист связан с экологическим проблемами. Поэтому для того, чтобы восстановить нормальную экологию, естественно, нужно заниматься транспортными проблемами, но все-все прочее, нужно восстановить зеленые лёвки города Москвы. Это очень важно отказаться от правительства гусоросжигательных заводов. Целый ряд производств вынести на окраины там, где особо большие вредные выбросы и так далее, это тоже будет взводы программы Иван Берников. Ну и наконец, что касается вопросов, связанных с политикой, я не хочу слишком затягивать твои выступления, лучше буду отвечать на ваши вопросы. Иван Берников единственный, кто предложил создать на себе коалиционное правительство. Он понимает, что этим городом управлять силами одной только партии, это очень сложно. Поэтому среди 11 предполагают заместители руководителя города, главы города, это не очень русло, это эффект, действительно, Наполеон, когда, соответственно, по сказанию, не очень здорово. Вот, среди 11 заместителей главы города предполагается три члена компартии Российской Федерации, четвертый, ваш покорный слуга, беспартийничная фракция, и еще 7 людей, предусставляющие другие партии или беспартий. Не по принципу политической ангажированности, а по принципу профессионального предлагает создавать правительство Иван Берников. Заканчиваю, я хочу сказать, что мы понимаем реальную ситуацию, условия выборов абсолютно не равны, но тем не менее, как говорили древние, делать, что должен, пусть будет, что будет. Я и по-человечески, и политически, и профессионально нахожу вас поддержать Ивана Берникова на выборах 8 сентября на выборах мэра города Москвы, и, соответственно, поработать с вашими близкими, друзьями, дальними, с тем, чтобы наш кандидат действительно получил шанс выйти во второй тур. Потому что если в Москве второй тур, ситуация резко поменяется. Все недовольные могут объединиться кандидатурам кандидатам. Кстати сказать, чем отличается позиция в игрательной гонке Ивана Берникова от Алексея Навального? У Алексея Навального на сей момент повышен рейтинг в первом туре. Но если Навальный выходит во второй тур, он не имеет никаких шансов. У него колоссальные, как говорят, социологи анти-экорреги. Более 60% опросов сказали, что они голосовали за него не будут ни при каких обстоятельствах. Что касается Ивана Берникова, он его самый низкий анти-экорреги среди всех кандидатов в городе Москве. То есть как раз вокруг него во втором туре могли объявиться в любви с самыми разными политическими диктатами. То есть все говорят, даже его противники говорят, да, приличный человек, да, приличный человек. Никто не сказал, что Берников человек недостойный, в том числе который будет его передать. Вот у меня все. Я передаю слово Владимир Алексеевичу Световшенко, депутату Московской городской дубы. И потом мы будем отвечать на ваши вопросы. Владимир Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Добрый день уважаемые москвичи, жители Святограда. Я не первый раз у вас вновь здесь участвую в Меченге. которые проводила партийная организация местная и ряд общественных организаций. Это было не так давно, но я почувствовал, как вы, если иногляция, заинтересованы в том, чтобы в вашем городе было комфортно, чтобы было нормальные экологические условия, медицинское обслуживание, и у вас есть очень активные общественные деятели, в том числе не только коммунисты, но и сторонники, и представители ряда организаций экологических и других. Я должен сказать, что ваши активисты очень активно боролись против того, чтобы здесь был мусоро ожидательный завод и рассказ не далее про проект быть реализованным. Многие коммунисты Московской городской дуны, нас немного, трое из 35, остальные представители партии «Единая Россия». Трое, если кто не знает, это Купенко Николай Николаевич, наш известный артист, народный артист, и последний министр культуры Советского Союза. Ключков Андрей Евгеньевич, наш руководитель фракции, молодой талантливый юрист, владающий уже большим политическим опытом, он член президента ЦИКа. Мы в Московской городской думе сейчас все наши аппараты задействованы на выборной кампании, ведь выборы у нас сегодня не только мэра, но и муниципальных депутатов на территории Новой Москвы. Поэтому мы естественно встречаемся каждый день с насмичами, с нашими избирателями. Вот я сюда приехал, у нас была встреча на Смоленской проспект, строят точечное так называемое застройство. У вас, наверное, это не так актуально в городе, но в Москве эта проблема очень остро стоит до сих пор. Вырубают деревья, вырубают зеленые насаждения и не прислушиваются власти вот самое обидное и самое неприятное, не прислушиваются мнению жителей, которые живут на этой территории. Значит, какие бы обращения, куда они обращались, везде или отписки, или просто, так сказать, игнорирование их, так сказать, справедливые буквально требования. Поэтому приходится вмешиваться, приходится обращаться в департаменты структуры правительства Москвы и добиваться справедливости. Не надо сказать, что добиваемся в этих случаях, хотя не так часто, но вот Ленинский проспект премьера недавно, значит, там возмутились жители, практически все, кто проживает и чьи окна выходят на эту магистраль, хотели ее расширять, обладить под окна домов, жителей многополосную магистраль, вырубать те же деревья, уничтожать прекрасные газоны, цветы и в конце концов, вот буквально недавно, вы, наверное, все слышали, что было заявлено, что этот проект откладывается, пока нет, меня нет, оно откладывается. Кстати говоря, Иван Иванович сказал, что если он будет избран, этот проект будет отмененен, и вообще проекты по вот этим всем валютным магистралям, городам будут пересмотрены, потому что они не решают проблемы пробу. А эта проблема, ну, вы тоже чувствуете здесь, сколько такое, вот мы сюда ехали два часа и, так сказать, ощутили, я знаю, что это практически сейчас лазирное правление такая ситуация. Надо подходить по-другому, подходить к этому вопросу более взвешенно и с учетом современных тенденций и предложений профессионалов. Вот, Иван Иванович этому вопросу уделяет очень серьезное внимание, так же, как и вопрос о экологии, о чем было сказано уже с Эмилием Николаевичем. Вопросы сегодня возникают буквально, так сказать, ну, по всем направлениям, куда они, так сказать, какой аспект жизни Москвы не затронут. Я вот вчера буквально были в одном из отделений эликции Москвы, куда, ну, буквально забрали протестующих многодетных матерей. Вы, наверное, слышали, они в течение практически двух месяцев проводили декрет, хотели, чтобы их услышали. Им обещали субсидии на жилье, но, так сказать, выделили, а части многодетных эти субсидии не достались, поскольку, так сказать, деньги были сокращены на эти вопросы. Вот, и, значит, одна из них добилась того, что все-таки выделили. остальных вчера буквально отвезли, значит, в одно из отделений полиции, и нам пришлось куда ехать, значит, разбираться и повезли в суд, но суд, так сказать, перевезли. Вот, будем держать этот вопрос также на контроле. Иван Иванович Мелин, по своему характеру, он человек дел. Он был председателем паркома, вы знаете, МГУ, возглавлял партийную организацию, это его самая крупная организация, практически одна из самых крупных в Москве, имеет большой опыт работы с людьми, с большими коллективами, знает Москву досконально и промышленность, и науку, и экономику Москвы, людей. Вот он сегодня ходит, буквально, в подъезду, встречается с людьми. Ну, я, в общем-то, видел его в деле, очень настойчиво добивается того, чтобы решить подлинный вопрос. У него очень драмотный помощник. И вот, правильно, Иван Иванович рассказал, что он за то, чтобы было традиционное правительство. Пусть там будут представители разных политических партий, но пусть это будут профессионалы, те, которые могут нашу Москву возвратить как город промышленный, город науки, и в том числе и ваш город, который, в общем-то, и строился как науководорад. И если бы не то, что случилось в 91-м году, наверное, ваш город был бы одним из самых передовых по научному значению в нашей стране. Вот я помню, к сожалению, те демонстрации, которые были, когда разрушали Советский Союз, там был воздух и шли под зеленым таким, по-моему, плакатом «Зеленоград». Я думаю, те, кто шел тогда, так сказать, выступал против советской власти, сегодня об этом многие сожалеют. И те, кто сейчас кем не поговорить, никто не говорит, что он голосовал «Зеленоград». Люди потому что поняли, что ошиблись, поняли, что нужны по власти совершенно другие люди, честные, справедливые и те, которые не замараны никакими, так сказать, вкладами за рубежом, недвижимостью и так далее. Вот, поэтому я тоже долго не буду отнимать ваше время и хочу вам, конечно, предложить на день голосования 8 числа обязательно хорошо подумать, вспомнить, что произошло за эти 20 лет, что у нас было, что у нас стало и что нас ожидает. Эти выборы, они решают очень многое. И если сегодня мы с вами добьемся, чтобы власть в Москве была народная, то это будет залогом того, и ваш прекрасный город станет тем, кем он задумывался. Городом науки, городом людей, которые дохранцепорены детей справедливости, правды, и чтобы ваши дети жили в условиях комфорта и экологического, и человеческих отношений, и школа, чтобы был порядок, и здравоохранение было на высшем уровне. Это все в планах нашего кандидата в депутаты Ивана Ивановича Вильникова. Спасибо. Я так скажу. Скажите, пожалуйста, вот всегда, какое мнение есть по состоянию России? Это Монархия, или Советская страна, или еще какая? Монархия, я думаю. Семь. 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 Активитация, я думаю. Подождите, или как только себя устроен? Сейчас, но вам как попросту на языке политической науки. На языке политической науки наша резинка, вообще не российский, называется «мнимый конституционалист». Есть такое выражение со временем Макса Ветера. Вот, то есть цвету все как у кошки, но не кошка. Конституция есть, выборы есть, но все это не настоящее. Вы прекрасно понимаете, что ни в какой другой стране не происходит такая ситуация, когда сначала один президент назначает себе преемника, преемник на этом месте один срок посидит, погреет это место, потом возвращается прежний президент, формально конституция не нарушена, да, там в конституции не более двух строков подряд два строка побыл, на один строк назначен с предприемником, через этот строк вернулся сам в предприятие место. По формально конституция не нарушена, а по существу понятное что и делательство. С демократической республикой такие вещи несовместимы прекрасно понимают. Вот, что касается позиции нашей фракции, то мы по-прежнему считаем, что идея Совета в советской демократии это очень важная идея, потому что она обеспечивает наибольшую степень приближение к власти к людям. Так мы считаем. Как еще? Более просто подойдем определение, по-моему, колония. Семьдесят вывоз капитала, вывоз сырья, абсолютное обеспечение народа, каватурская буржуазия, что еще идем признание. Вот это недостаточно определяется. Не все в нашем народе закончили институты и не все десять классов. А это ЦК, мне кажется, не понимают даже помощники Ивана Мельникова. Каждый народ не называет вообще-то Иван имя. Иван Иванович он сказал, что написали отчество. Он небезродный. Вы, Леонид Николаевич, напитянув, знаете, как назову его шагу полосу Якова, Мельникова, Якова, Сын Лукич, так? Это Леонид Боржей и Иван Уменик, есть интересы, вам. Пусть подскажет, якова, это, чтобы помочь, выбор, далее, подскажет. Теперь основные болевые точки Путина какие? Это подоконный налог параметра и статья 20 Конституция коррупции. Надо больше уделять этому внимания. Я звонил ЦК, помощник Дюканов Болозьянцев, он говорит, что даем до него, но по-моему недостаточно него. Об этом надо говорить каждый день, каждое выступление не только мое мнение, но и наши партизии. организации. Понятно. Хорошо. Давайте по порядку. Ну, насчет того, что Иванович не безработный, это совершенно точно, просто сейчас такой стал немножко стиль. У политиков, у спортсменов соотмечается на имя и фамилию. Что касается колонии, вы же тебя спросили, какой политический режим? Я вам ответил. Если вы спросили, какое положение России в международных отношениях, я бы ответил по-другому. Теперь, что касается налогов, говорим об этом каждый, ведь в том числе я сегодня, об этом говорил, если вы заметили. Что касается статьи 20, только конвенции о борьбе с коррупцией, да, группа депутатов государственной Думы внесла очередной закон проект о артификации статьи 20 конвенции о борьбе с коррупцией среди этой группы, и Иван Иванович Мерликов, ваш покорный слуган тоже есть. Про коррупцию мы говорим постоянно, про конвенцию я часто упоминаю, а что касается коррупции, вы же прекрасно понимаете ситуацию. Почему в обогатейшей Москве люди живут достаточно бедно? В том числе это причинит коррупция. Почему московские дороги самые дорогие в мире? Догадываетесь? Я думаю, догадываетесь, прекрасно. Потому что откаты, порядка 30, кто-то говорит и больше процентов. Поэтому, поэтому, конечно, мы об этом говорим, может быть, недостаточно, но это пока, да? По крайней мере, я вам сегодня о том-другом говорил. Еще, пожалуйста, вопросы. Передали, Иван Иванович, ваши пожелания. Пожалуйста. Добрый вечер. Ой, Иван. Ну, во-первых, мы с ней сегодня на встрече с кандидатом включите микрофон. Это не хорошо. Когда разговор начинается с вода людей в задушке, это разговор, как правило, рожьему надо повезти не может. Это очень плохо. Это первое. Второе. Значит, ну, один из пунктов программы Ивана, Ивановича Мельникова, который я делал ослышать, мне кажется, не является сильной стороной. Вот тот пункт, который огласит о том, что он готов собрать колесо на правительство и всего три человека в него пригласить из состава коммунистической партии города Москвы, создается впечатление, что из всего большого количества коммунистического города Москвы нет достойных людей, которые могут быть подпиской Ивановича Мельникова. Это Мельникова, это плохо. Вот. Теперь следующее, что я хотел бы сказать. Ну, наглядь, практика выборов в нашей стране показала, и пока сейчас еще не было на поле каких-то смертных уровня, что побеждает у нас тот, кто должен победить. Мы прекрасно знаем, кто должен победить в этой ситуации. И, к сожалению, я думаю, и Иван Мельников тоже это знает, что у нас не зря Сафянин затеял эту игру с досрочным уходом в отставку, но оставлением на том же месте где он и был в начале разговора об этом было правильно сказано, чтобы другие соперники не успели подготовиться, не успели подготовить людей, не литерат, и так далее. То есть мы с вами прекрасно знаем, что в том числе есть уважаемый заслуженный человек Иван Мельников ну, процентов 10, максимум 15 наберет. Но это не означает, что он в 5 раз хуже и глубже собрания. Но здесь по результатам выборов все равно именно об этом. И как он себя будет чувствовать уважаемый заслуженный человек это и понятно, что из того, что и вы сказали, где мы его позже знаем об этом человеке. Но мы не сомневаемся, что это именно такое. После этого, после выборов, как всегда, после выборов вот в том, что это мастерская партия будет оттасывание, административный ресурс, там нарушение, вот фотографии, вот видеозаписи, вот все время в суд. Все постепенно власть на трамвозах спустит, пройдет месяцем месяц, все обойдутся. Будут, как это же, на наведке опыт показал, выборов, и на этом все закончится. Вы, первый вопрос, вы согласны с тем, что будет именно так. Или у вас есть сомнения? Это первый вопрос, что именно будет серьезно задействовать, не будет вам уже серьезно задействовать административный ресурс и на вывод, и на вывод мэра позволит победить именно тот, кто должен победить. Только надеюсь, у Ивана Иванович менее вот этого достойного шкафа, но крутись и никакой нет. Это первый вопрос. И не возникало ли у вас разговорные скидки, у него такой вопрос, как он себя будет чувствовать, когда сын все покажет, что он пять раз будет верен, вот, и менее достойный, чем сажаемый, который обязательно победит, в первом туре. И третий вопрос. В этой ситуации не считаете ли вы более полезным, если вы заранее уверены в результате, что вот сейчас на тени той власти, против которой вы более, вот, провести администрацию, раскрыть людям глаза, тем, которые, конечно, не раскрыты, на ту экономическую и политическую политику, которую проводят и не только у вас, в первую очередь, государственная, в том числе и московская, потому что она идет в едином русле с государственной политикой, вот, а буквально за, там, три-пять дней, я сейчас не то, что, не помню точно, как это положено по закону, ну, последний день придут на гитарцы, когда еще могут взять кандидатуру, снять с ним кандидатуру, оставить сопернину одну ногу перед выборами и на вторую. Мне кажется, такого заработка намного больше пользы, чем считать себя купе и сопернину для чувствоваться. Все. Понятно. А два пар... Секундочку, отмечаю на ваши вопросы по-купу. Первое. Я еще раз подошу извинения за Мерникова, может быть, за себя, поскольку я не кандидат в КВР, да? Но вариантов не было. Одновременно, плавно назначено давно, одновременно, достаточно встречи, несколько, разных местах и совместить их невозможно. Еще раз подошу извинения. Конечно, было бы лучше, если бы здесь был кандидат выборов. Второе. что касается результатов выборов и избирения. Я не думаю, что тот, кто набирает на выборы больше голосов, непременно умнее, тем более, в 5-10 раз. Я вам хочу напомнить, что какой-нибудь Джордж Мушклак, из Соединенных Штатов Америки, который был перед обамой, был не просто не умнее других американцев, а по мнению многих экспертов даже зря на лупея. Мы выбрали, по крайней мере, Джордж Мушклакшин однажды назвал струнодевальмацию с дефляцией и вызвал по нему архитический беж. Нельзя измерять пункт человека и его достоинства результатами голосов. Вообще, как правильно, мы должны помнить, что на выборах даже в демократических странах побеждает тот, кто затратит больше денег, имеет больше административного и информационного присутствия. Конечно, Мельников будет чувствовать себя плохо, если он проиграет, тем более с не очень хорошим результатом. Но вот ваше предложение сняться за несколько линий до выборов, вообще, надо тщательно влезть. Мне кажется, что те люди, которые приготовили голосоваться за Мельников, за такое решение его бы осудили. Мы тебе доверимся, а ты нас бросил перед тем, как мы решили варить свою волю. Мне кажется, это еще хуже того результата, который мы предсказали. Я, конечно, доведу вашу точку время, это кандидат нормальный, но в своем личном я вам тоже бы сказал. Мне кажется, это намного хуже, чем просто проиграть. Еще вопрос. Наша задача, как коммунистов, не проиграть. Это самое главное. Все зависит не от Собянина, а только от нас. Если мы это пойдем, победа будет за нами. Еще раз, если вдруг почти всего я еще два слова добавлю, почему в последнее время занервничала Валясь Константинская. Похоже, что у них есть закрытые результаты опросов, которые говорят о том, что не так хорошая ситуация, как нам официально рисуют СИО и другие социальные числые субъекты. Я прекрасно понимаю, что если труд возникает второй вбор, то ситуация может резко меняться. Конечно, усовердно все преимущества перед любым другим кандидатом, в том числе перед немецком финансовое, административное, информационное, они не сопоставили просто. Но, вчера я согласился с товарищем, который перед этим выступал, мы, конечно, используем, сколько это возможно, избирательную компанию для различной нашей профессии. специально выделили дебаты на канал Москва24, что рейтинг этого канала очень низкий, потому что Ивану не смотрит. Но оказалось, что во время дебатов рейтинг этого канала поднимается во-первых, что-то двое. Значит, уже какие-то возможности, что-то вверх. Пожалуйста, еще вопрос. Продолжение следует... советской власти на местах, тогда бы народ больше потянулся за вами. Потому что люди хотят вернуться к советам. Советы это та организация, которая позволяла людям войти и сказать то, что они думают. Многие люди думают только как руководитель государства, ловят щупу и больше ничего. Идет всеобщая дебилизация заселений. Если вы ставите программу более радикальные программные свои намерения, то народ больше потягивается даже за такой короткий срок. Вы говорите о том, что вы будете бороться за уменьшение коммунальных расходов. Каким образом? Если вы не поставите вопрос о национализации городского хозяйства и ликвидации фальшивых и несуществующих акционерных обществ, которые подчинены вертикальной власти только для того, чтобы забивать карманы властвующие элиты, вы ничего не заберете. Вы ничего. Примите самоубнимание и редко переделайте программу. Ленин делал свою программу в течение двух-трех дней. И большевики победили. Теперь давайте я попробую ответить на три вопроса по поводу радикализма, по поводу коалиционного проекта, я за него не ответил, и заодно по поводу ЖТХ. По поводу ЖТХ, я как раз и говорил о том, что предполагается реквизировать созданные искусственные монополии, соответственно, вернуть это дело в государственной управлении. Так что здесь ваше пожелание уже уступит в программе Ивана Ленина. Я не означал ничего, как это стало. Теперь, что касается радикализма и традиционного праведства. Видите, товарищи, есть разные подходы. Вообще-то политика и искусство возможно. Если вы создаваетесь на Ленина, то я вам напомню, что Ленин несколько раз предлагал программу не социалистической, а буржуазно-демократической революции с последующим поверить созреванию в свой ее перерастание в социалистическое до полуголение. А теперь по поводу радикализма и традиционного правительства. Возможно, есть какая-то часть людей, которые радикальны в этой вековой партии. Наверное, есть, да? Но гораздо большая часть людей, которые радикализм боятся. И когда Иван Иванович предлагает создать традиционное правительство, он имеет в виду то, что за теми людьми, которых он называет в качестве потенциальных кандидатов, есть значительное общественное настроение. Я напомню вам, что на выборах 2011 года для нас, очень самых лучших, по согласно так называемому экзиту пула, то есть опросам прошлых фонда общественного мнения, российские, организации, на российские деньги оказалось, что компартия набрала 25%, Единая Россия 23%. На следующее утро все эти данные с сайта фонда общественного мнения исчезли. И после этого объявили, что компартия Российской Федерации набирает 19%, то есть на 6% меньше. А вот Единая Россия не 23%, а 46%. Я другой и другой стороны не знаю, либо результаты опросов на выходе с этих участков в два раза расходились с объявленными результатами. Но я сейчас не подобен. Даже если считать, а похоже нам на то, что в агентском году мы набрали 25%, вы должны прекрасно понимать, что для победы на выборах мэра Москвы этого явно недостаточно. Поэтому вы можете считать это слабостью позиции нашего комитета, а я считаю, что он приглашает профессионалов из других политических структур в свое организованное правительство, мне кажется, это сильный ход. Это привлекает к нам дополнительные голоса. Есть еще дополнение. Пожалуйста. Сейчас правительство Москвы нынешнее приняло решение увеличить арендные платы на землю и на помещения, занимаемые малым бизнесом. Оно увеличило от 5 до 60 раз. Масса недовольного населения, но инертно ходит по городу, не знает, как применить свое недовольство. Если вы это влюбчиво программу и поставите на первое место, то сегодня частый бизнес занимает больше экономического сектора, чем что-либо другое. Поэтому обратите на это внимание. И когда вы говорите о коалиции правительстве, что это такое? Это хозяйствующий судьбе. А какие партизы там можно делать? Это просто люди, специалисты, которые должны решить, куда в выпуск пойдет и куда травой пойдет. Это не совсем главное. Главное это то, что есть нужные людей, которые сидят в этом зале и ходят по улице. это как делать так, чтобы они могли выжить в этих условиях. То, что вы будете строить предприятие это чушь. Столицу эту, столичные органы управления государством надо убирать из этого города. Если у нас асфальт, монетизация, то есть город Торжок. Это славная место для наших руководителей. Пусть они переселить. И пусть они летают на ее дорогу, там есть анеобаза, безналетная площадка, и там они могут и вывладить дорогу, и жить, и туда поедут все, кто их подписит для того, чтобы увеличить свой капитал. Город надо освободить от этой власти. И тогда этот город будет нормальным. Но сразу надо сказать, что половина города, ближайшие 10-15 лет, вымрет по возрасту. А молодежь, которая здесь нужна, она уже разбежала. И она будет разбегаться. И никакое научно-техническое производственное внедрение вы не произведете в этом городе. Надо строить уже новые города для этих целей, для того, чтобы как-то экономику страны поднять. Вот эти стены огромные, Зиловские, они уже не выдержат бомбового удара. Уже нет такой стратегии старых, чтобы государство в своих предприятиях поставило конкретности против врага. Изменилась полностью ситуация. Вам надо вашу программу посмотреть очень внимательно. Насчет того, что программу можно посмотреть очень внимательно, я совершенно согласен. Больше того, я совершенно согласен по поводу малого бизнеса. Это очень важная позиция сейчас. Что касается того, что в Москве невозможно производство, еще раз подчеркиваю, речь идет о современных высокотехнологичных производствах и к тому же экологически чистых. А что касается переноса города, столицы из города Москвы, я вам хочу сказать в порядке забавы, что в Роднажды мы обсуждали вопрос о переносе 300-го суда из Москвы в Ленинград, в Вербург. И тогда я дал правду давайте переезжем в Омск. Омск это город, от которого я 5 раз собирался по этому на каждом окружаю. И на вопрос почему я спал, вы же думаете, что чем дальше коррестовность от Москвы будет свободнее, в таком случае Омск гораздо дальше от Ленинграда, там коррестовность будет действительно независимым. Я говорю, тогда может на Сахаре, я говорю, может на Сахаре. Шутки шутками, но мы стараемся услышать те рациональные предложения, которые звучат из Донбеда. Еще вопрос? Павел Иванович. на протяжении программы претворяется в жизни программы Дейси, так называемая. Эта программа, суть которой заключается в строительстве 200-модульных храмов, в народе уже отвордана с бульярика, которая ведется зачастую в 90% случаях с нарушением предоставительного кодекса и уродует исторический облик Москвы. Соответственно, какова отношения Ивана Владимировна в программе и какова судьба данной программы, если предположить, победу? Иван Владимировна нужна какой-то? Значит, в программе записано, что нужно остановить строительство в особенности в историческом центре и в особенности в техниках, которые связаны с историческими культурными памятниками, внимательно посмотреть эти решения, а потом разбираться с каждым отдельным случаем. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, исторический облик города Москва очень сильный был, очень сильно мы потеряли. Ну, город стал современный, банально капиталистический, но историческое наследие Москвы уничтожено очень очень степени. Это нужно остановить. Пожалуйста. Теперь от тебя кто-то принято микрофором. Я представляю молодые прядья по переработке отходов. Покором микрофора за 20 сосед. И 6 месяцев. Я за 20 лет и 6 месяцев со стороны государства не получил ни ее внимания. Не то, что один наказатель и следователь. Мы вывели переработку отходов сотни тысяч сотни научились это делать, делать оборудование и прочее. В городе, в этом большом городе только говорят о том, что там как будет какое-то содействие по переработке отходов. Ничего не происходит. Наоборот, давится и давится до бесконечности. Включите эту программу, потому что эти огромные свалки, превратившиеся в перспективные облики окатания на лыжах наших задающихся руководителей, они рано или поздно убьют население. и вопросы очень серьезные, я полагаю, что это очень отдельное предложение, но отвечу так полу шутя. У меня сын как раз работает в сфере малого бизнеса. Однажды он пришел ко мне в кабинет, а там собрались люди разных компаний социально ориентированных. Я говорю, представляю моего сына, он работает в сфере малого бизнеса. Он говорит, ну ты же предложишь политической области, поэтому у меня бизнес малый. Так вот, от него я услышал простую шутку. Приходит человек из малого бизнеса к чиновнику и говорит, здравствуйте, я хочу завести на вашей территории малый бизнес. Какие проблемы? Заведите большой, выяснил, быстро сделаем бал. К сожалению, это шутка, в ней только доля шутки. Остангер правил. У меня конкретное предложение Ивана Ивановича. Давайте. Первое предложение. Сотделение полиции в 15-м микрорайоне третьей деревне убрать элементы концлагера. А, ну да. Колючая проволока там, автоматика все таки. Абсолютно возвратен денежный поток, который платит по ЖКХ. Компьютерные технологии позволяют сейчас. И третье, в тех гробках, которые приносят на платную работу, каждый человек должен иметь право записать. Я не хочу, чтобы мои деньги шли на эти цветочки, которые миллионы садят, достаточно газон. В первую очередь надо привести в порядок вот это модное озеро РТХ, в котором тонну людей. Спасибо. Я не уверен, что я запомню про конкретное дело полиции, поэтому, если хотите, напишите записку, да. А что касается прозрачности сферы РТХ, это абсолютно правильное дельное предложение, которое уже окружено отчасти в программе Ивана Ивановича Вельникова, но мы тут дополнительно передадим, что надо больше акцентировать этот вопрос. Спасибо. Владимир Владимирович, в дополнение в том, что поздравили авторогозяйственные планированные экономические сельскохозяйственные поддержки, чтобы сандарты расшираться там, но при счастье в программах, будем субтитроваться в программах, в 40-летие, а что как же вы нижние, как вы считаете, население. Да, есть такая старая ситуация. Какой имеет отношение с сельскохозяйственным? Воскресенье! 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 Вопросы задает, вытерпите ответы! Помните, была такая старая шутка? была такая старая шутка, которая звучала так? Сср. Обманывала мифом о будущем коммунист Mario коммунизм в стране уже был. Вот в этой шутке, тоже говорят, действительно по многим позициям за эти годы страна ушла не вперед, а далеко назад. И с чем бы я совершенно согласился, позиция первая колоссальная роль оттраченующей телевидения массовой культуры. Как говорил Владимир Высоцкий, Настя кричит, что полиция скрасится глупому ящику для идиота. Вот этот ящик для идиота, он, кстати, во многом решает сутку выбора, среди всего прочего. Поэтому последняя попытка, которую мы по этому поводу предпринимали, и будем снова предпринимать, была в законе, в проекте закона о народном образовании, который мы с вами учили, и, соответственно, вносили в Государственную Думу. Мы требовали восстановить в стране образовательный канал, поддерживать государство, все каналы, которые будут вести образовательные программы, и отложить по полной программе, налогами, все каналы, которые испытывают интерес, как сказал бы Илья Оренбург, книжки по моему человеку. А такие каналы, как вы знаете, у нас предпринимают. Теперь, что касается национализации. Закон о национализации я однократно расслабился в Государственной Думе. Национализации я однократно расслабился. Вот это все, и природные полосы. Ни разу не был прибыль. Мало того, мы подготовили в свое время 17 вопросов для референдума в Российской Федерации. Четыре профессора собрались в своем кабинете. Один из них Иван Ильич Керников, другой ваш покорный слуга. Сверхотом еще был профессор Глазь Сергей Юрьевич и профессор Галин Александрович. Мы сочетили 17 вопросов для референдума. Нас подняли, выбирали из детского масштаба информации в НАСКО. Такие себе популисты мы не просили. Левана Центр провела вопрос по этим нашим 17 вопросам. Оказалось, что если бы нам дали провести референдум, мы бы с треском выиграли все 17 вопросов. Среди них вопросов бесплатного образования набрал бы на 97%, а вопрос о национализации около 80%. Направо, если на такой референдум прошел в России. Но после этой нашей попытки Единая Россия опрела поправки в законы по референдуме, и у нее, наверное, было больше 300 голосов в Государственной Думе, и, соответственно, согласно этим поправкам, референдум в стране. Иначе, как по оване президента, стали практически невозможны. Поэтому, если об этом говорить, первое, что надо было сделать, провести референдум об отмене запретов на референдум, а потом уже на родном голосовании принимать какие-то другие важнейшие вопросы. Ещё, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, господи. Олег Николаевич, можно к Вам попроситься? В своем докладе, при открытии его речи, Вы упомянули Зеленоград в 90-е годы, когда очень ярко выступил Зеленоград. Не я. Нет, ну, Вы упомянули. Владимир Алексеевич, это важно. Так вот, один из эхо, оставшихся от этого яркого выступления, знаете, что осталось в Зеленограде на долгую память? Площадь Колумба, где стоит дворец Пионера. Вот, Вы знаете, что? Зеленоград отличался в свое время тем, что он давал там названия, всякие разные, как в этом микрорайоне, но, в общем, путаница была по здоровью. Так вот, с подачи вот этих демократов площадь, где стоит дворец Пионера, где есть совет, проходит проспект Ветерана, где есть Панфиловский проспект Ряда. И площадь Колумба возьмут. Вот, я слышала от многих зеленоградцев, что это надо назвать, вот, смотрите, в Зеленограде есть площадь детства, площадь юности. Так, площадь юности, да, это проспект Ветерана, а вот площади детства нет. И вот такое предложение слышала некоторая житель Зеленограда, что это надо все переименовать и назвать площадь детства. Потому что дворец Пионера построен в советское время. Дни, которые жили в Зеленограде, продолжают жить. Вот я бы хотела, чтобы вот такие вот, ну, как-то посодействовать в этом. Мне кажется, это красиво, ведь уже нет. Единственное, что, это наверняка вопрос не федерального закона, да, посодействовать можно, но это наверняка вопрос, который должен решать, который может принять орган местного самоуправления. У вас в органе местного самоуправления в Зеленограде есть ли свои люди? Есть ли свои люди? Ну, а мы подвержим, скажите, хорошо, да, мы будем... Спасибо. Спасибо. Мне кажется, очень красиво это предложение. И теперь еще, ну, я хочу от всех присутствующих, от партийной организации города Зеленограда, которой очень много лет, она давно здесь, пожелать удачи Ивану Ивановичу. Спасибо. Ну, обязательно, это будет сейчас трудно, вы сами понимаете. Так, я, честно говоря, вот смотрю, и их телевизионные дебаты, не здорово после этого сниму, Игорь Иванович, вживаюсь в ваш... ну, в ваш образ, в ваш орган, представляю себя на этом месте, поэтому я хочу сказать вам первое, и мне сейчас очень будет приятно. И я с вашего поздоровения от вас кандидирую. Пожалуйста, вопросы. Духовы, витамбовы, выросли, я по-другому. У меня всего один вопрос. Вы в своем выступлении отметили, что Иван Иванович, и его на этих выборах будут поддерживать не только коммунисты, но и другие назовем лево... лево... организации левого взгляда. Вот мне хотелось задать вопрос. кто в нашем лево-миноградском административном обществе будет координировать действия вот этих вот организаций, и кто возглавит, скоординирует их работ. Кто конкретно, хотя бы назовите фамилию и этого человека. Друзья, вот это я... Спасибо вам, паспорт. Я боюсь, что это не совсем прийти. Наверное, Николай Егорович или два... Есть партийная организация. Есть Финоградский район Кабарат. Перед вами Технический спирт, Технический район и Технический район. Все окружаются. Дай будем объединять со всеми на Днем Казахстане. Да, в каждом районе у нас есть партийная организация. И вот самый крупный Кудаяр Анатолий Тимофеевич, это Крюково. Он здесь представлен. Он здесь вот присутствует. Так в пяти организациях. Пять у нас муниципальных образований, пять партийных организаций. И здесь мы занимаемся работой с Никеевичем Владимиром Дмитриевичем. Вместе и кем сейчас организованы. Партийная организация Зеленого города общителя короткий период выборный. В шесть раз увеличил пикет. То есть раньше она делала один раз пикет в субботу. Сейчас практически каждый день кроме воскресенья. В будни с 19 до 21 Крюкова и выходной день с 10 до 12. Да, сложно, но мы стараемся ее привлекать. Тем более вы, наверное, заметили, что общественные приемные сейчас работают под эстакатой. Все приемы там проводят. Вот время не принимают. Так что все вопросы сейчас мы практически в районе не находимся, особенно вечером. там. Даже проводим выездные бюро совещаний старения. комсомолок принимают комсомольские фены в ЛКСМ тоже там. Недавно человек принят. Так что все буквально... Не знаю, что мне кажется, он был конкретный. Назовите телефон, куда можно обращаться, как я понимаю. Телефон есть у нас. Мой телефон и... Назовите его. Ну, например, 926 370 59 60. 926 30 926 375 39 61 61 61 Со всеми будем работать? Пожалуйста, все вопросы. Вот, программная информация в статьях ну, это, аммиграя у нас потребуется. Аммиграя общения не нужны. Понимаете? Не нужны нам чпурики не нужны москвы. Я прошу вас, аммиграя не нужны москвы. Значит, друзья, возможны разные подходы к проблеме легальной миграции. Секунду, подход Мельникова мне кажется правильный. Постучок отличается подход существующей власти. Поймали, посадили в лагерь, потом кого выставить, кто разбежался москвы. Речь должна идти по другому. Позиция мельникова такая. Почему поиграются здесь нелегальные миграции? Потому что кто-то принесет на работу. Надо прежде всего соответственно на каждую кого. Тех, кто этим занимается. Организатор этого процесса. а не просто помещать это на людях, которые приезжали сюда. Больше того подход Ивана Ивановича и его программы заключается в следующем. Нам нужно уменьшить в Москве число иностранных граждан из наших азианских республик. Если у нас действительно есть свободные рабочие места, а это далеко не всегда есть, привлекать по максимуму граждан России, в том числе и превосходить в Москве и в регион. Чтобы здесь национальные отношения были более национальные. Вы меня не услышали? Понимаете, можно бороться с последствиями, а можно бороться с причинами. Вот Бельников предлагает бороться с причинами. Пожалуйста, еще вопрос. уже я поддерживаю Бельникова, бедника, да и так и сочувствующая. Я своим детям говорила, что я, и говорю до сих пор, что я жила при коммунизме, я в свое время получила бесплатное высшее образование, я бесплатно получила жилье, у меня была гарантирована зарплата, у меня был аванс постоянно, одно тоже число, получка была, и я на следующий день говорю, дай Бог, чтобы вы хоть сколько-то, но прожили бы так, как я, при коммунизме. В основном я не коммунист, но полностью за коммунистическую партию. И я бы хотела, конечно, чтобы Иван Иванович Мельников был мэром города Москвы, но у меня вопрос в том, что такое, я один, единственный. Все это прекрасно. Программа, да, доработать много надо. То, что я, например, хотела бы услышать, я многих ключевых вопросов нет, не слышу их. Ядра я не слышу. То, что бы я хотела услышать. Второе. Как думаете, пороться и контролировать, вы прекрасно знаете, что когда пойдет подсчет голосов, если он даже наберет, грубо говоря, 60%, вы прекрасно знаете, что собянин оттянет остальные глаза. Как будут контролироваться подсчет голосов? Мы прекрасно знаем, что их украдут. Как? Значит, да, уже отчасти вам ответили. Дело в том, что сейчас штаб Ивана Ивановича Мельникова договаривается со всеми возможными организациями о том, чтобы совместно выполнять наблюдение за результатами выборов. Другого способа, кроме как наблюдать, наблюдать еще раз, наблюдать, нет. Хотя мы прекрасно понимаем, что злоупотребления в 11-м году были чудовищные. Но сделали все возможное для того, чтобы, если не ликвидировать, то, по крайней мере, уменьшить. Приглашаю всех наблюдателей. Этого мало. Техника запрограммирована на подсчет голосов. Вы прекрасно в этом знаете. А вот это вот главный вопрос. Посмотрите, да, есть предложение уже сделано штабом Ивана Ивана Ивановича Мельникова, произвести пересчет голосов и выборов, чтобы на тех, вручную, на тех, где существуют так называемые КАИны, по-русски говоря, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Но самое интересное, я вам расскажу сейчас. Вы знаете, что по результатам выборов, 11-го года, оппозиция, в том числе и аммистическая партия, получили гораздо больше голосов на тех участках, где были КАИны. То есть там возможный карусель, понимаете, да? Сейчас несколько раз проголосовало. Но прямой вброс там, где эти самые КАИны, он затрудненный. Если порт отключить, то получается, что он работает. Поэтому правильное требование произвести пересчет голосов там, где КАИны, но похоже, что там, где их нет, вброс бывает и того больше. Но кроме как наблюдения и ручные пересчеты дополнительные на КАИных, конечно, были более-более радикальные вещи, требовали, чтобы избирательные комиссии формировались по партийному принципу. От всех парламентских вообще участвовать в выборах партий, это было бы гораздо более правильно. Но продавить этого через Государственный Дум, где Единая Россия, где 240, а у нас 450, и периодически получаем поддержку ОДПР, продавить невозможно. Еще вопрос. Гутуза Фарель, помощник депутата по Сударственному от Кабараса. Вопрос такой. Я участник двух избирателей, которые были, возникает постоянно такой вопрос, с карусельщиками. И по этим вопросам я задал вопрос нашим самым высоким должностным лицам на фракции БРЭФ. Никто не знает вопрос, что с ними делать. Допустим, я поймал одного карусельщика, позвал сотрудников в педицине, мне сказали, что они имеют право. Тогда зачем поднимать такой вопрос в инструкции, во всяких методиках о том, что существуют карусельщики. Если они имеют право, что тогда об этом говорить? Это раз. Я еще не закончил, наверное, Павлович. Потом, значит, возникает вопрос, что с ними делать? Понятно. Значит, я не так понял, что они имеют право. А что имеют? Право голосовать по несколько раз? Нет, потому что они имеют право забрать с собой чистые бюллетени. Я сказал, что они не имеют право. Поскольку они должны испортить его, либо проголосовать его, но носить его, они не имеют права. Я задержал этого человека, но мне объяснили, что он имеет право забрать его на своем мере вот этот бюллетень. Это же абсурд, вовремя. Это как вот на таможне. Либо выпить утилку здесь, либо оставить его. Понятно. Я еще потом задам. Да, настолько я думаю, что не исключу. Загадали, что он действительно имеет право вносить чистый бюллетень. Вот, но... Зачем он? Это серьезная тема. Надо с ней поработать с нашими юристами. Потому что вообще карусельщик получен. Если вы поймаете человека, который выносит чистый бюллетень, из этого формально вы следует, что он карусельщик. Понимаете? Карусельщик. Карусельщик. Да, карусельщик. Это тот, кто, соответственно, приходит по несколько раз и голосует на разных избирательных участках. Или на одном избирательном участке, на несколько раз. Карусельщик. Карусельщик. А лучше, а лучше стараются создавать бюллетень. Правда, тоже не всегда помогает. Я же вам рассказывал, как я с прокуратурой и УВД города Москвы переписывался по поводу вопроса бюллетеней. Вот давайте вам уже узнаем. Это серьезное дело. Уже, конечно, я рассказывал, что это не решаемое. Это серьезное дело, чтобы действительно запретить выносить бюллетень. Карусельщики, вы понимаете, разрешение выду приносить чистый бюллетень, по сути дела, означает зеленую улицу для поваренного. Фальсификации и, так сказать, выдачи голосов, людей, которые, знаете, могут голосовать тысячу раз. Вы понимаете, мы даем зеленую улицу, а сейчас так раз не забрали. То есть это, тут несколько вопросов, о чем говорит товарищ, это выносит нам бюллетень чистый, любой ставит его под приходим. А там сидит товарищ, уже пометил его, и он говорит, а ты его несищественные бюллетень. И это положи. Понятно. Да, вот это с него понятно. Да, вот это только мы сняли, единичный. Да. Ну сейчас, кстати, говорят, пробуют и другую схему. Ты принеси мне, запомнил, сфотографируй заполнение людей, зайдите в Россию на телефон, и потом мне принеси, покажи снимок, тогда, если не получится. Когда-то тоже есть. Поэтому схем много. А в групповое, товарищи, вы, наверное, знаете, это целая банк обусу приходит, окрепителен ускорение. Они к определенному, это мы уже знаем, к определенному человеку, который с пометкой сидит в комиссии, и он принимает. Вот здесь надо отслеживать, конечно, и тут нашим наблюдательным, встречательным обществом. И еще, кстати, товарищи, да, у нас в Клюково, ну, был перелом практически 50 на 50 с Единой России в Госдуму. То есть 50% победили единоносцев, 50 коммунистов. И там только 100 голосов больше устили на Плюкове. Только 100 голосов. И еще, вы знаете, сколько там, еще замечаний сколько было. Через дорогу, 15, вы знаете, еще 11 районов. С комиссией, еще пришло 100 районов, вы же там, вот так приходят 100 районов, но через дорогу буквально это и есть, скажем. А вот, товарищ Водояр, предлагает ему, он взял это, предлагает билетене, проголосовать отместить, прямо в подъезде. Да, а вот поставил за топорай, побил в АТО, правильно назвать. Вот уже такие смущения. Это в 14-м районе, в тот же период. То есть в нашем Клюково. Поэтому чем больше у нас будет наблюдателей, добросовестных счастников, тем больше в пользу. Конечно, трудно, вы знаете, с игроком, который знает Шулинский и играет, это сложно, но чем больше у нас будет, мы сейчас уже и в этом году записываем народное ополчение, как мы называем, именно контролера. Поэтому, кто желает у нас участвовать в выборной кампании, мы с удовольствием принимаем. Я вам уже сказал, когда работает партийная организация и комсомольская организация города, и другие общественные организации, нам помогать, приходится стоять в пике. Поэтому не хотите записывать. Мы будем очень признательны. Это каждый день. И что сегодня, когда говорят уважительные, вы здесь находимся. Там крюк, у вас здесь. Олег Николаевич, я еще не закончил, у меня еще есть плачевый вопрос. Так что же все люди делать, если поймали человека, который вносит... Сдавать в милиции. Милиция? А, милиция? Нет, нет, сдавать в милиции, он не приходит, предупреждали его. К сожалению. Были такие, которые... Это милиция. Взять расходы. Нельзя на нас сомнение. Нельзя на нас сомнение. Нельзя на нас сомнение. Вреками руки в чемпионат. Ясно. Олег Николаевич, у меня еще такой вот вопрос. Что касается подсчета голосов за Единую Россию, за партию, но партией ее, конечно, назвать нельзя, это бизнес-клуб, скорее всего, под названием Единая Россия. Почему, например, не берется опыт того, как специфицировали подсчет голосов КПР в 96-м году? Когда Зюганов получил 53% голосов на президентских выборах, а Ельцин 35, и это потом взяли, поменяли и выдали карту за то, что Зюганов проиграл, а Ельцин выиграл. Почему об этом не проходит информация? Я, например, встречаюсь с сторонниками КПРФ, они всегда гибали на эту сторону. Почему у Зюганова не было как бы воли заявить о том, что он победитель был? Мы ему поверили, а он как бы оказался от своей победы, хотя он выиграл. Почему это не звучит непонятно? Понятно. Отвечаю на ваш вопрос. Ну, я человек не спортивный, но я тоже не спортивный. Я так говорю. Я уже разрушил вопрос, слушайте ответ. Я под доверением лицом Геннадия Андреевича в Омской области, и он у нас в Омской области выиграл не только у Ельцина, но даже и у Кудина. Так вот, у меня абсолютно информации нет, потому что я был в Омской области, когда здесь происходили события. Потом я уже задавал вопросы моим товарищам из ЦК партии. Это мое впечатление, это не информация, это интуиция. Мне показалось следующее. Во-первых, тогда не было еще, это были первые, первые такого рода, и похоже, что не было информации на позже стало приходить, что стали ограничены невагоды с бюллетерьями, заполненными за зюгадами. Это первое. И второе. Информационное давление перед выборами 96-го года было такое сильное, что единственный был институт парламентализма в ОМС Бетадели, который утверждал с самого начала, что должен победить зюгадов. Но и он перед выборами за единиц. Похоже, наши вопросы показывают, что народ переломили и убедили. У меня такое ощущение, что информационное давление было такое сильное, что сами руководители компартии поверили, что он действительно победит. Вот это мое впечатление. Оно может быть ошибочное, но похоже, что это так и еще последнее. И завтра совершенно повторение. Казеты на эпоху, бесконечные радио, телевидение, проклятые такие-сякие, красные вернутся, лагерят туда-сюда, пятое, десятое. Что чем там только не было. Выборы были, но формально тогда, как правило, до 96-го года подсчет голосов был более честный. Поэтому массовая фальсификация была, видимо, благоприожиданна для наших товарищей. Это один из мифов, который появился через несколько лет после этих выборов. По-моему, уже и Новский он получил первый. Дело в том, что были подтасовки, как они были всегда на этих выборах. И сразу после выборов бюллетени были уничтожены, нарушение закона, чтобы никто уже, как говорится, не был запасен. Поэтому вот такая ситуация. Сейчас уже доказать невозможно. Сейчас доказать конечно невозможно. Вот я вам доказать конечно невозможно. И маленький... Говорят, извиняюсь, мы часто объясняем. В 2002 году, я насколько помню, эти бюллетени были уничтожены. И потом уже Кореновский, Лос-Дума, и Слиска, вы знаете, первый заместитель, об этом сказал, что все равно победил, когда уже невозможно было проникнуть. Это цинизм полный. Вы понимаете, Геннадий Андреевич не однократно по этому что-то дал. И мы вот встречаемся на площади, сейчас с людьми разговаривают. Мы об этом говорим. Это цинизм. А сейчас уже медведи, вы представляете, заявляете? Помните, да? Уже заявлял, он несколько месяцев назад побудил, что мы делим. Это цинизм первый. И я хотел еще вот маленькое замечание сделать. О неофициальным данном, подчеркивая голосов, рейтинге «Единой России» лично Владимира Путина, его реальный рейтинг не 61%, как нам выдают, а 34% голосов. Происходит то же самое, что в 2016 году. Так что имейте в виду и объясняйте это людям, всем, кто это слышит. Понятно, очень важно, потому что рейтинг, который очень высокий, и он перекрывает рейтинги президента и вообще «Единой России». Спасибо большое. Спасибо. Ну что, товарищи? Как еще, пожалуйста. Давайте закрутим. Еще есть, пожалуйста. Пожалуйста, возьмите микрофон дайте, пожалуйста, скажите, нет? Олег Николаевич, у меня очень волнует социальная защищенность в годной категории. Это чернобыльцы. У меня муж чернобыльцы. В месяц он получает пособие 1447 рублей. И в течение года, под компенсацией на улучшение здоровья, получает 100 рублей за год. Будут ли какие-то приняты веры? Безусловно, да. Мы работаем с московской организацией «Чернобыльцы», с обратной организацией, с теми, которые посоверяют, которые с нами готовы работать. Мы работаем постоянно. Просто я до сих пор вспоминаю трагическую ваглогу ситуацию 2014 года, когда принялся закон о так называемом инвизиализации. Мы, естественно, требовали сохранить чернобыльских законов в виде какого-то существовала, а он был намного лучше, чем салвент, и на порядке просто-напросто. Но голоса гривитной России и ЛДПР, наши предложения сохранить чернобыльский закон в прежнем виде, они были отклонены. Теперь мы пытаемся периодически носить законы интересов чернобыльцев и будем продолжать это делать. Но это проблема как раз… Нет, конечно, на уровне мэра города Москвы ввесит дополнительные выплаты при том, что бюджет Москвы все-таки достаточно богатый. Вообще, это проблема федерального закона. Я считаю, что федеральный закон в отношении чернобыльцев у меня, как говорилось, люди собственной жизнью в дороге защитили страну. А теперь они экономички. А теперь, когда ты исполнил свой долг, ты перестал быть занятым. Поэтому мы будем пытаться что-то делать в этом направлении обязательно. Несколько законопроекта можно увидеть в данном случае на это. Я понял, что это. Еще, знаете, есть такая информация, что якобы поступили деньги в праве социальной защиты годным категориям, участникам войны, чернобыльцев и другим годным категориям. Я бы звонила в стопе и сказали, что тут просто такая информация. К сожалению, я не могу найти этот вопрос, у меня информации нет. Единственное, что это может быть похоже на правду впереди выбора. Да, да, да. Он будет перед выборами что-нибудь и подбросит. Такая версия. И сотрудники говорят, не знают, куда деньги девать. Такое вполне возможно. То есть, наверное, информации нет. Но это обычная практика перед выборами, где уже люди подбрасывали, чтобы мы проголосовали как надо, а потом про них забыл. Это следующий вопрос. Олег Николаевич, у меня где Иваны Ивановичи, ты и свадь написано. И большое место передать ему лично. Передам. Обращаюсь к вам как земляку из Унской области. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Передам, обращаюсь к вам. Спасибо. Олег Николаевич, я извиняюсь, здесь в записку поступило. Был вопрос. Но они может быть... Я автор записки. Если можно, проведение, по-моему, может, кто сказать, многим неинтересно. Просто, чтобы мне там на людей. Я автор записки. А, пожалуйста. Я автор записки. Ой, это неинтересно, а продолжу. Так, значит, я автор. Нет, ну, я прочитаю, давайте. Пожалуйста. Михаил Владимирович, я говорю, ну, вот я вопрос. Распадом МССР, многие институты страны университетные. Кто такой идеи, что это дал? Дело в том, что понятие университета очень принятое как правило в мире. Многие институты стали университетами. Некоторые стали на самом деле университетами. Некоторые получили выезд у университета. Но дело не в выезде, а дело в том, что на реальное качество высшего образования, в этой сети, как рассказать, стране упало. Упало по многим причинам. Одна из них заключается в том, что даже мои противники в образовательной политике, признающие финансирование образования, составляют половину минимальной потребности. Но есть и другая причина, это изменение состояния общественного сознания. Наши люди сейчас гораздо больше хотят диплом, чем образование. Диплом получили. Многие рассказывают так, кто учится на платную стоимость. Вы пришли, вам заплатили, чем еще раз хотите. Какого такого образования? Какой диплом? Это тоже имеет место быть. Вот поэтому проблема качества образования, вы скажете, что очень серьезная. И мне представляется, что для того, чтобы ее решать в частности, нужно разорвать отношения между деньгами и коллективом студентов. У нас сейчас подушевое финансирование. Попал человек в университет или институт или академию, толком не учится. Надо почистить по-хорошему. Пусть поработать возьмется за ум, если захочет продолжать образование. Но отчислять нельзя, потеряя их деньги. Понимаете ситуацию? То есть, и так же на платную стоимость. А поскольку финансирование образования низкое, поскольку заработная плата, мюджетная, заработная плата профессора сейчас, как минимум в три раза выше, чем была в советское время, в реальном мире, концентной того больше, то есть того больше упало, поскольку нужно держаться за деньги ущерб качественным образованием. Надо разорвать связь между количеством студентов и, соответственно, деньгами. Да, во всем мире часть студентов отсеивается, и это нормально. Пришел, можешь освоить программу, учись по полную катушку. Не можешь или не хочешь, пойди поработай, потом подумаешь, как я продолжу, как я буду. Ну и еще примерно такой же. Я учился на пятибалльной системе, сейчас стопарь. Преимущество стопарьной системы, по-моему, нет никакого. Потому что перевести все это в 100, именно в 100 баллов, это довольно сложно. Я вам расскажу только одну историю. Ростопротодзор, приводит муравьев, которого теперь уже по собственному желанию с руководителя Ростопротодзора проводил, провел опрос, извините, выборочное оценивание полутора тысячи высокобайных работ из проблем в регионе России. Привожу официальные данные. В 7% случаев оценивают, баллы ЕГЭ не соответствовали реальному качеству работе. Официальные данные Ростопротодзора. И нам говорят, что ЕГЭ – это наше состояние. А я думаю, что ЕГЭ превращает нормальных русских в ладонорских американцев. И призываю этого договора. Вместе с Романовичем мы подготовили очередной закон самый мягкий о переходе мирового субстанта с Допротодзора. Все? Олег Николаевич, Олег Николаевич, от имени Севернаградцев, вот у нас в Севернаграде был на канале Доверии «Канал Зеленоград». Я прошу очень официально включить для Ивана Владимировича и в случае победы, и в случае не победы, чтобы этот канал «Зеленоград» на канале Доверии восстановить. Пожалуйста. Я думаю, что это уже важно, чтобы вы напишите на... Но Доверии был и найдем Севернаграду. Понятно. Понятно. Это уже важно. Я прошу, вы обмороженство, Наталья Сергеевна. Вы считаете, что... Наталья Сергеевна. Не забуду. Хорошо. Я понял. Ну, товарищ, вот настаиваю. Пожалуйста, последний вопрос. Заключите. Вот женщина, она говорит. Одну минуту. Будьте любые, будь женщины, не важно сказать, играм будет перед этим, пожалуйста. Я отвечаю, город, учиться все равно нужно, потому что учеба не повышает шансы на трудоустройство, но это будет не гарантированно. К сожалению, во всех странах, так называемая проведочная экономика, большая часть не работа. Это либо молодежь, без опыта работы, либо не предупрессионного возраста. Мы хлебнули полной герой эту самую лучшую герую. Пожалуйста, как вы понимаете, я тоже ей не помню. Новикова Надежда Николаевна, бородец-единограф. Корпус 832. Скажите, пожалуйста, будет ли включена в программу Ивана Ивановича Вильникова жилищная программа? Нашу семью очень волнует жилищная программа. Очень. по поводу жилья. У нас 8 человек на 20 квадратных метров. И мы уже куда только не обращались, добиться ничего не можем. Три внука родились у меня. Внук уже 5 лет, а два внука двойняшки родились. Красивый и Тимофей. Вот в этом году, в 2012. И мы ничего не можем добиться вообще. Сказали на газету куда-то ехать, департамент в Москву. Но я еще там не была. А здесь невозможно с Наградью ничего добиться. не было. Я не могу подчеркнуть в вашу вопрос. Заличная проблема, конечно, 10 программ, просто я не могу перестать ее все. Понимаете, да? Программа большая, я выбрал только какие-то отдельные ее части. Причем, я обращаю ваше внимание на то, что есть программа. Советский период плохо или хорошо, или на Москве обычно на очереди стоят лет лет 7. Сейчас, после Советского Время, на очереди стоят лет под 20. 15-20 лет. При этом вы прекрасно знаете, что в Москве полу пустующих квартир. Что в Москве строится масса элитного жилья, или элитарного жилья и квартиры, и покупают люди, вообще говоря, живущие других городов. Среди прочих, среди того, что необходимо обвести средства увеличить строительство социального жилья, в программе Ивана Ивановича есть и такая оригинальная идея. Тот, кто хочет, будучи иногородным, купить в Москве ритмую квартиру, должен подносить налог, на который нужно построить социальную квартиру для москвича. Спасибо. Я бы хотел проинформировать присутствующих. Если вы хотите быть в курсе событий, которые сегодня происходят, в том числе по выбранной тематике, у кого есть возможность, сайт moskprf.ru, вы там найдете всю информацию, и там же можно проголосовать за отставку правительства на ее голосование по нашему сайту. И вот обратите внимание на эти материалы, которые здесь лежат. Газета «Правда Москвы» она выходит сейчас еженедельно большим тиражом, и подписка на полугодие всего 260 рублей, поскольку больше нет газеты в Москве, на которой всю информацию вы можете получить, которую вы не получите в другой прессе, которая московская. Вот это наша партийная газета, там очень долглавливый сейчас руководитель, редакция, когда писалась, профессионал. Поэтому, если вы хотите быть в курсе, то есть какие вопросы с друзьями прозвучали, можно найти отрывы. Так, ну что, еще заключительный, давайте совсем заключительный. Хорошо? Мне можно, пожалуйста? Пожалуйста. Пожалуйста. Как это такое вопрос? Вернее, я приехал в Москву в 83-м году, когда я на спору поговорил поближе к микрофору. Как когда на спору поэту в Вадим Шантовок. Очень уважаемый мой поздравитель. Значит, я на спору платил. Мне ни советское государство, ни российское ничего не дало. Квартиру однокомнатную я купил, работая вот этими руками. Я предприциальный строитель. Значит, мне вопрос говорит. Вы знаете, посмотрите на себя ближе к микрофору. Здесь много молодежи, в этом зале много? Нет. Нет. Нет, извините. Нет. Почему? Я говорил уже, Николай Горович, я брал вас пару раз на прайк-роге, да, и когда люди значит, спрашивают, а можно ли стать помощником депутата? И один спрашивает, а сколько я буду получать? Я фактически пришел туда, я был наблюдателем на значит, 92 человека в Госдуме это как раз и моя заслуга. И был в комиссии на выбор президента. И что хочу сказать. Дело в том, что Путин это политехнолог. Когда его молодежь спрашивает, я просто всем говорю вам, когда его молодежь на Сергея страна, а как можно стать президентом? Он прямо отвечает. Создайте партию, то есть из пальца, выносите партию, партию, да, вот, и все. То есть он просто сейчас бросил еще один, но у него сейчас уже не ОНФ, а будет уже не самая, а будет фонд за Россию. То есть уже самое такие. Теперь обратите все внимание, перед выборами все сейчас закатывают дороги, делают нам я тут был спортсмен, то есть на золото без рукон, я знаю, как это все. То есть Путин развивает нас реально, он спортсмен, так я тоже, и он развивает спорт высших достижений, которые для народа он ничего не дает. Нужна физическая массовая культура народа, чтобы ребятишки, вот сейчас чулки достроят нам в 15-м районе достроят эти самые спорткомплексы все, смотрю, молодежь пьет пила, а чулки играют в субболгерус. Для вас же, это все, как вы, изменить, не нужно. Я скажу так, я скажу вам так, просим трех, хотя я говорю, я вообще дело все продуманное, предварительно приехать в Москву, я звонил сюда, все, просто где-то в другую, сказал, у меня специально все, мне не сказали, о том, что здесь лимит, что это предвластное право, Москва, Ленинград и Питер, это было лимит, и это было правильно, я отработал в 8 лет, это была карта, реальная, если бы я на мастера посмотрел, не так распитание завтра, сейчас, кто угодно сюда ехать, да, непонятно, всем грозит мастера я очень положительный, очень положительный, но, но извините, извините, что я хочу сказать, если, да, я обращаю внимание, что мы города Москвы сегодня, это марионетка, извините, бусобяник, это марионетка, марионетка, если Иван Иванович чудом, вы уверены в том, что он смог ввести старую политику, я не уверен. Секунду, отвечаю на ваш вопрос, конечно, жить в России и быть свободным от российского коррекции невозможно, это правда. Но, я хочу заметить вам, что, конечно, Иван Иванович будет, наверное, в случае, в праве, гораздо более независимым, чем Сергей Семенович и самостоятельно более независимым, потому, потому, что, во-первых, уже позволяет что Москва не просит кем-лифиню России, во-вторых, потому, что Иван Иванович не ввести композиционные партии, а не партии Единая Россия, в-третьих, потому, что его не связывают с Владимиром Путином давние бизнес-энджелизиосогнашения, он не общего с общественного бизнеса, у него этот смысл по влиянию практически невозможно, поэтому, конечно, степень самостоятельности русского гробства резко к лишней. Кстати, она была лучше даже при дворе в школе, она как-то не теряется. Даже при дворе в школе в основном более самостоятельной политике, чем сейчас в областях. По крайней мере, в близких и областях связанных с образованием и социальной защитой. Я думаю, что возможности мельников в этом смысле будут достаточно значительные. Хотя, конечно, прекрасно, что построить коммунизм в отдельно взятой мастерии нельзя, по крайней мере, сделать здесь общество с человечеством вполне возможно. Мне подсказывают, что будет заканчиваться. Друзья, я с ним, а я вам заключение занесу буквально одну правду. Знаете, вот мне кажется, что в последнее время перед выборами великие российские поэты смотрят на нашу ситуацию и начинают пересочинять давно известные стихи. Вот теперь Сергей Федорович Есей посмотрел на то, какая в России низкая от обладательной жизни и высокая смерть среди населения подвоспособного государства и написал вам чуть-чуть по-другому свои знаменитые строки. Не жалей, не забудь, не плачь, чтобы жизнь не сделала как дым, выбирайте ПРФ, иначе выбирать придется. Молодые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо, русские, вы говорите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ